Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, смог наладить действенную связь с избирателями, пользуется у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти. Я намекаю на то, что кандидатам в депутаты нужно будет встречаться с народом, разговаривать, объяснять, рассказывать о своей позиции, о том, как они будут работать в парламенте. Ваша задача – помочь им организовать эту работу по встречам с избирателями, проведению собраний. И важно, чтобы люди, придя на избирательные участки, знали, что уже сделал их депутат и что необходимо сделать завтра для благополучия региона и всей нашей страны. Депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты, ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели. Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющей главные принципы – независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа. Это главное. Основная роль по освещению работы депутатского корпуса и выполненных обещаний, а также предстоящих выборов принадлежит средствам массовой информации.